Великой Победы В подъеме и спуску по склону, переправе по бревну, в стрельбе и метании гранат, в знаниях медицины, в использовании средств химической защиты, в спортивном ориентировании и физической подготовке. Неспроста в нашем Зарайском районе проводится именно это соревнование, так как наш город славен спортивными достижениями, своими чемпионами, ну и занимается, конечно, развитием юных спортсменов. Активное взаимодействие педагогов и учащихся дает хорошие результаты. Равняясь на старших, молодежь учится преодолевать трудности, распределять свои силы, а самое главное – думать, прежде чем принимать решения. Для старшего поколения общение с молодежью – это хороший заряд энергии, юмор и новые открытия своих учеников, и иногда – возможность научиться сделать шаг, не думая, импровизировать, поверив интуиции и внутреннему чутью. В соревнованиях, в которых так активно принимали участие команды 14 образовательных учреждений, обрели и свои результаты. По итогам, которые были подведены специалистами, в старшей возрастной группе второе место у команды лицея номер 5, третье – у команды средней школы номер 6. В младшей возрастной группе второе место заняли сразу две команды – средней школы номер 1 и Алапьеревской – основной школы. Третье место – у Авдеевской средней школы. А вот победителем в обеих возрастных категориях стала команда гимназии номер 2, которой теперь предстоит защищать честь городского округа Зарайск на зональных соревнованиях, которые пройдут в городском округе Коломна. 18 мая. Удачи, ребята! Валерий Маркович, Герман Беляев, Константин Куянов. Студия «Кванк» Зарайское кабельное телевидение. Продолжение следует...